Друзья, всем привет! Сегодня мы проедем с вами мимо города Анкара. Анкара это один из самых больших городов в Турции, вместе со Стамбулом. И это столица Турции. Здесь навигация мне показывает, что по городу, наверное, как и по всем большим городам, там будут прям красные-красные заторы. Вы можете объехать, вот даже навигация сообщает, по платной дороге, по О-20, по объездной дороге можно объехать Анкару и туда не заезжать. Но я здесь ни разу не был вообще в этой части Турции, и в Анкаре тоже не был. И я думаю, будет интересно проехать по городу, посмотреть город вообще сам, как выглядит столица Турции и так далее. Вот эти все синие знаки, это на Стамбул, на Коню, это все платные дороги, зеленые вернее. А еще плюс ко всему, я до сих пор не купил наклейку на лобовое стекло, чтобы можно было оплачивать платные дороги. Поэтому я их пока обещаю. В некоторых местах можно оплачивать на месте, на шлагбаумах, но, как правило, у них везде идут вот это все зеленое О-20, О-20 и 8-8, это все платные дороги. Ну, чистый город, много зелени тоже, и прям он так активно-активно застроен. Вот мечеть здесь, 4 километра будет затор, через 4 километра, на 12 минут затор. Очень много мечетей, прям буквально через каждые, наверное, 500 метров, и такие красивые мечети. Один на горе, вот стоит мечеть. Ну, что-то мне подсказывает, что мы сейчас здесь быстро проедем, потому что дороги очень широкие. Такие туннели здесь прям красивые. Это они этот туннель сделали, ну, это там не камни, это они просто так украсили его, что типа туннель в скале. И вот это справа тоже, это, ну, не скала, это такое украшение из бетона сделано. Ну, видно, конечно, сразу, что очень большой такой город, богатый. Людей на улице практически нет, потому что уже ближе к 30 градусам температура 85 по Фаренгейту. Здесь нет никаких вообще дождей, в помине даже не пахнет. Вот так вот, собственно, выглядит как раз-таки эта пробка. Но машины едут, то есть машины просто тупо не стоят, потихонечку двигаются, и очень широкий проспект. Сколько здесь? Пять полос, наверное, шесть даже. Это Дзи-200, основная магистраль, вот их здесь две проходят по городу, по Анкаре. И вот это одна из них. Видимо, там какое-то, скорее всего, то ли происшествие, то ли из-за того, что... Ну, в принципе, сейчас обед не должен быть, сейчас пик. И выходной день, вообще, по идее, здесь не должно быть этой пробки. В принципе, если вы поедете, будете ее объезжать по объездной, вы столько же проедете, но вы не увидите город Анкару. Я думаю, что город не такой богатый на достопримечательности, по крайней мере, как, допустим, Стамбул. И здесь просто, ну, как бы, стекло, бетон и административные здания, наверное, правительство, парки. Ну, по сути, наверное, как наша Астана. И пробки, вот такие вот пробки страшные. Причем пробки не из-за того, что там какое-то ТТП или еще что-то, а просто из-за того, что там, допустим, широкая-широкая улица, а потом светофор. То есть нет развязки, и люди не могут разъехаться. Можно, конечно, в любом городе найти что-то интересное, какие-то достопримечательности, но вот такие вот большие города, мегаполисы, они, как правило, очень тяжелые, ну, в плане для людей. Если здесь работать, какие-то деньги зарабатывать, жизнь где-то одно, а если сюда приехать, ну, просто наслаждаться каким-то отдыхом, каким-то туризмом здесь заниматься, я думаю, не самое лучшее место. В Турции можно и поинтереснее места найти. Да, город, конечно же, очень большой, очень прям большой. Здесь, естественно, и вокзалы есть, вот туда прям несколько подходит железнодорожных путей, и много всяких разных многоэтажек, много. Автовокзал здесь есть. Ну, аэропорт здесь, он отдельно находится от города в километрах, наверное, 30, вот, они прям правильно сделали, молодцы. Вообще, абсолютно в отдельной части, в отдельном городе, и, то есть, люди туда как-то приезжают, видимо, на поезде, либо как-то на автобусе, ну, и улетают, то есть, как бы не мешает городу. Ну, я думаю, это связано с тем, что Анкара, наверное, все-таки относительно новый город, и его уже обстроили с учетом того, что здесь и машин много будет, и так далее. Вот здесь сейчас буквально мы проедем 5 километров, и там дальше уже все, пробок не будет. Первая пробка была из-за светофора, а вторая пробка, я так даже и не понял, почему. Мы проехали в туннеле под мостом, и, в принципе, поток нормально дальше поехал. Вот всю Анкару проехали, только один светофор был, ну, два, два светофора там рядом были. И вот на одном светофоре мы только постояли, и полностью всю Анкару проехали. Это, конечно же, очень грамотно. Ну, мы ее еще, конечно же, не до конца проехали, но, я думаю, больше светофоров не будет. Может быть, там где-то на выезде или еще где-то. То есть, весь город, он в развязках. Вот автобусный этот автобокзал у них здесь вот так выглядит. У нас в Алмате был автобокзал Сайхат, его в какой-то момент сломали, хотели там делать реконструкцию. И, в общем, так и не сделали, никакого другого автобокзала пока нет. Ну, Сайран есть, но в основном, по-моему, машины всей Золотой Норды уходят. Кстати, у нас недавно только в Алмате открыли объездную дорогу, Бакат. И теперь, наверное, все потоки смогут объезжать город, объезжать вот эти вот пробки. Здесь уже, конечно же, давным-давно. Кстати, турки построили совместно с корейцами. И они будут, то есть, там, их эксплуатировать, получать деньги, ну, и так далее. Потом, по-моему, через 15 лет передадут собственность государству. А здесь вот я еду, даже какой-то маленький город, там, я не знаю, население 200-300 тысяч человек, даже, может, еще меньше. Обязательно есть объездная дорога, обязательно есть платная объездная, бесплатная объездная. Хоть какая, но в любом случае будет. Дома есть многоэтажки, но не могу сказать, что прямо они очень высокие. И везде развязки, то есть, это вот перекресток такой. Там едут сверху люди. Развязок много, парков много, многоэтажек много. Ну, я думаю, мне здесь нечего делать. Вот с правой стороны тоже большой парк. Я не люблю, когда много машин, когда много людей. Мне больше нравятся какие-то такие города маленькие. Типа Каша, там, Тимера, курортные города, небольшие. Даже Аланья, Анталия, это считается для меня большой город. Вот Сидея, может быть. Какие-то такие небольшие городочки, маленькие, курортные, они вот мне по душе. А вот это вот, ну, здесь люди работают, здесь люди деньги зарабатывают, живут. Краина города, она вот так вот на холмах, на сопках. И, соответственно, там некоторые дома прям вот, ну, такие резкие-резкие подъемы. И потом резкие-резкие спуски. И там, я вот вижу, даже лестницы есть. То есть, людям, чтобы попасть куда-то там к себе домой, нужно по лестнице подниматься. Потому что, ну, в таких местах застроено все. Мы едем в сторону Аданы, в сторону Мерсена. Вот туда, там весь город старый, Теренкую подземный. Я все несколько раз туда, несколько раз был в Турции, несколько раз его хотел посетить. Конья, здесь еще озеро есть, соленое, красивое. Сейчас посмотрим, что будет на пути. Я буду заезжать и будем показывать вам эти все места интересные. Причем город находится на высоте, даже самая нижняя его точка находится примерно на высоте 500-600 метров, наверное. И вот сейчас мы находимся на высоте 1200 метров. Это, наверное, примерно как чуть ниже Медео. Друзья, вот так вот выглядит въезд на платную магистраль. Нельзя пешком, нельзя на тракторах, на велосипедах, на всяких разных мопедах. Зеленые знаки, как правило, везде зеленые знаки. То есть, это означает о том, что вы заезжаете на платную дорогу, на платную магистраль. Здесь ограничение по скорости 130 км в час. Она очень широкая, очень ровная, по ней очень легко ездить. Я в прошлом году по этим дорогам очень много ездил. Вот здесь написано, что минимальная скорость 40 км в час и 130 максимальная. Ну, как правило, можно, конечно же, больше ехать. Но в любом случае, когда вы едете по такой дороге, это намного безопаснее, во-первых. Во-вторых, вы быстрее приезжаете. И для машины это, по сути, лучше. И вы быстрее оказываетесь. В Турции очень хорошие платные дороги, просто какие-то невероятные. Я думаю, даже, наверное, лучше, чем в Европе. Но, по крайней мере, по цене. Потому что стоимость проезда здесь очень низкая. Здесь просто какая-то невероятно низкая стоимость проезда по сравнению с Европой. И по сравнению с тем, что они здесь предлагают. То есть здесь минимум три полосы. В некоторых местах четыре полосы в каждую сторону. И дорога просто очень ровная. Мы ехали по Казахстану, тоже по платным дорогам. Ну, там либо питонные дороги со стыками, вот такая езда. Либо уже асфальт сделанный, отремонтированный. Ну, таких дорог у нас, конечно же, нет в Алматы. Может быть, какие-то есть участки в Казахстане. Короткие, где можно проехать. А здесь она просто 300 километров такая будет. И плюс еще ограничение по скорости 140 километров в час. И там погрешность еще, по-моему, до 150. Здесь можно разгоняться. Через два-три часа примерно мы будем уже там в Деринкую. И здесь нет смысла ехать по альтернативной бесплатной дороге. Потому что здесь, ну, такие ландшафты. Степи, поля, луга. Ну, нечего смотреть. То есть, если вы едете, допустим, по побережью, по Ди-400, там очень красивая дорога. Там можно много остановок делать. Много можно интересного увидеть. Когда по платной вы едете, конечно, этого ничего не будет. Там просто будет дорога и указатели, мосты и все. То есть, платную дорогу ее как бы специально делают, чтобы там ничего от водителя не отвлекало. А бесплатная дорога там очень много достопримечательностей спрещает. Там встречаются всякие разные замки, встречаются античные всякие разные достопримечательности. Театры там античные и так далее. Ну, что-то мне подсказывает, что в этой части Турции здесь этого нет. На час будет разница между Ангарой и Деринкую, если ехать по платной и бесплатной дороге. Но здесь дело не в том, что время и час. То есть, здесь дело в том, что дорога, качество дороги может быть здесь намного лучше. И, то есть, вы здесь можете и топливо сэкономить, и для машины это будет лучше. Вот такие вот здесь остановки есть для грузовых машинов, для, там, туалета есть. И также здесь заправки есть, где вы можете покушать, отдохнуть. Но у них нет эстакад. Вот в Турции я не замечал эстакад, чтобы заехать посмотреть машину снизу. То есть, они здесь не ремонтируют. Здесь я, если не ошибаюсь, когда вы покупаете страховку, вот здесь есть такая система Road Assistance. И, если что-то случается с машиной, вы можете позвонить ей. Приедет специальная служба, которая будет либо эвакуировать машину, либо ремонтировать. Короче говоря, что-то такое делать. То есть, здесь не предусмотрено ремонтировать машину на дороге. Съехали с платной дороги. И вот здесь вот альтернативная дорога как раз проходит, бесплатная, возле озера. То есть, это озеро находится на высоте 1000 метров. И оно, вроде как, там очень много соли. И оно вот берега прям белые-белые. Второе по величине озера, по размеру в Турции. Первое, я так понимаю, это Ванн, где мы были с вами в прошлом году. И, оказывается, 70% соли всей добывают именно в этом озере. И оно не глубокое, это озеро. Но оно, то есть, вот растекается. Так здесь, как плато на высокогорье, на высоте 1000 метров. Оно растекается. И когда летом высыхает часть воды, там образуется корка до 30 сантиметров. И эту соль здесь добывают, собирают. И, в общем, карьер такой. Там, с левой стороны, вот эта вот магистраль платная, где мы с вами ехали. В принципе, я могу сказать, что ничем не отличается. Единственное, что здесь немного уже. И чуть больше машин. Ну и, соответственно, достопримечательности. Больше чего-то интересного вы сможете здесь увидеть. Прям можно видеть, как отошла вода. И берега белые-белые. То есть, очень много соли. И вот здесь вот как раз, где съезд, заезд на платную дорогу, на платную магистраль. Здесь у них есть кафе, рестораны. Остановки можно сделать. И как раз-таки можно погулять, посмотреть это озеро. Магазин. И, собственно, можно соль купить. Прям вот в таких вот больших баррикетах. И разноцветная еще соль есть. Белая соль есть. Всякие разные дела для спа есть. Рестораны. Я думаю, так себе достопримечательность. Ну, так как в пустыне ничего другого нету. Наверное... Можно сделать остановку. Посмотреть. Ладно, туалет. Мороженое. Очень мелкое оно. И вот люди уходят туда на 100 метров или даже дальше. И все равно, в любом случае, не глубоко. Но зато можно набрать здесь соль. Можете прийти с мешками и набрать себе здесь соль на берегу. Я прям вот иду и чувствую, как у меня соль под ногами хрустит. Вот это белое, это кристаллы соли. Наверное, это полезно. Даже не знаю. Интересное, конечно, зрелище. Вот трасса. Все эти дела. Вода очень соленая. Содержание золи 340%. Я, честно говоря, не знаю, как это такое может быть. Больше 100%. Ну, вот я прям сейчас зашел и набрал полные-полные себе башмаки соль. Я думаю, если здесь лечь, то тело сразу всплывет моментально. Это, наверное, как мертвое которое. Вот они здесь прямо, эти кристаллы, плавают. То есть, при желании, можно прям вот так набрать любое количество себе. Они сейчас бесплатно соль. И можете просто взять, вот здесь бутылки валяются. Можете набрать себе в бутылку или с пакетом прийти. Вот так интересно она кристаллизуется. Прямоугольничками. И получаются кристаллы соль. Я думаю, что я сейчас на платную магистраль вернусь. И быстрее поеду дальше. Достаточно замечательности смотреть. Немного здесь ничего интересного нет. Вот здесь были спуски. Прямо можно к берегу подъехать. И вот здесь вот прям такой берег. Белый-белый, красивый. Как будто на Мальдивах белый песочек. Но на самом деле это соль, конечно же. Собственно, заводы, которые добывают эту соль. Фабрики, как я не знаю их назвать. И вот здесь тоже есть спуски. Можно прям мешками купить эту соль. Типа человек сидит, продает соль. А на самом деле это чучело. Вот так вот выглядят перекрестки. То есть обычная дорога вот так вот пересекается с магистралью. Все закрыто. Все прям здесь четко. Мосты. И вот здесь уже, видимо, собрали что-то. А здесь еще до сих пор и зреет это зерно. 50 километров там остается до Каппадокии. Каппадокия, она там состоит из нескольких городов на самом деле. И вообще говорят, что лучше туда приезжать надолго, на неделю, на две недели. Потому что там очень много всяких разных интересных мест, достопримечательностей, которые можно посетить. И я даже не знаю. Мы, наверное, остановимся там на один день только и поедем дальше. А потом, скорее всего, туда вернемся. И ландшафты здесь вот в центральной части Турсицы выглядят вот так вот. Примерно, как я вам сейчас показываю, высота в районе где-то тысячи метров. И вот во всех сторонах пустота. Где-то, наверное, в радиусе 50-100 километров нет городов больших. Но более-менее таких больших. И никаких, соответственно, здесь тоже достопримечательностей. То есть, единственный правильный выбор, наверное, здесь это вот по платным дорогам ездить. И перемещаться вот как можно быстрее. С одного города на другой. Магистраль закончилась. В общем, два раза я заезжал на магистраль. На платную. И 40 лир всего лишь я заплатил за проезд. Там около, наверное, 200-300 километров я проехал. Это примерно... Где-то примерно полтора доллара. Ну, максимум два доллара. То есть, по сути, вы экономите очень много времени. Ресурсы своего автомобиля экономите. И быстро проезжаете, быстро приезжаете. И, в общем, спокойно. Без аварийных ситуаций. Безопасно. И я думаю, оно того однозначно стоит. Особенно, если вы торопитесь. Если нет ничего интересного, как вот здесь вот. То... Не в Шехир. Не в Шехир. 36 километров. Там еще есть какие-то города. То есть, Каппадокия, она... Это не один какой-то город. Это просто какая-то местность. Какая-то территория. Или область даже. Я даже не знаю, как правильно. И... С Алматы... Вот счетчик мне уже показывает. 7 тысяч километров. То есть, если вы поедете по такому же маршруту, как я. Через Анкару. Через Самару. То... У вас будет здесь 7 тысяч километров. Уже. Выехал я, по-моему... 25-го. Ну, это 6-го числа. Ну, вот считайте, примерно где-то, грубо говоря, наверное, 20 дней я ехал до сюда. Я знаю, что люди приезжают намного быстрее. И... Пробеги у них намного меньше. Ну, я ехал не спеша, не торопясь. Много мы куда заезжали. И... Много остановок делали. И... И все равно нелегко. Нелегкий путь, на самом деле. Нужно отметить. Даже на такой машине... Оказывается, это геологический парк. Называется Каппадокия. И здесь просто очень много достопримечательностей. И очень много, невероятное какое-то количество. И... Чтобы их все посетить, я думаю, не то, что одного дня не хватит. Наверное, даже двух недель не хватит. Поэтому... Если вы сюда едете, закладывайте обязательно времени, если бы себе побольше. Только мы заехали. И уже вот здесь, вот прям даже с заправки, видно, как они в пещерах строят дома и отели, и вообще все подряд. Друзья, сегодня в Каппадокии мы поселимся, как истинные жители древние, в пещере. Здесь очень прохладно, во-первых. Во-вторых, ну вот как-то так жили. Все прохладно. Пол, все прохладно. Интересно. Телевизор зато есть. Они просто прорубили в пещере. Здесь еще это украсили. Зеркало. И туалет тоже. Также в пещере, фен, здесь вытяжка. Здесь есть отопитель, и это хамам. Можно мыться, хамам делать. Удивительно. Удивительное место. И, короче говоря, этот отель, здесь, этих комнат, очень много на самом деле. Около десяти комнат, наверное, может быть даже больше. И здесь много таких отелей. В общем, мы решили остановиться в одном из них, чтобы распробовать атмосферу как следует. Он сказал мне не парковать близко к скале, потому что оттуда что-то может упасть. Вот здесь так везде. Вот здесь тоже какие-то пещеры прямо напротив. Просто вот под домом вход в какие-то пещеры. В каждом доме есть эти пещеры. По сути. Очень интересное место. А здесь яблочки растут. Здесь тоже пещеры. И здесь тоже кто-то живет. Просто у кого-то дом вот так. Флаг там. Диван стоит. Здесь у них зелень вот так растет. Прямо это все как-то вот просто на дороге. И вот соседи тоже там кошки. Скалы. Очень любопытное место. Буквально целый город. А еще здесь есть место, где 20 или еще больше 20 этажей все это под землю уходит. И говорят, что здесь жили 6000 лет назад древние жители. Они себе строили именно здесь, короче говоря, типа спасения от какого-то конца света или еще что-то. Здесь очень много винограда. И говорят, что вот этот отель, в котором мы поселились, такой семейный отель, что его прадедушка и дедушка занимались виноградом. Вот грецкие орехи еще растут. Ну, турки они молодцы. Они очень трудолюбивые. И занимаются сельским хозяйством. Что-то выращивают, что-то мастерят. Вот так вот в потолок никто не плюет. И что самое интересное, что здесь очень много таких же тоже отелей, ресторанов. Но не у всех есть парковка. У кого-то есть, у кого-то нет. И, возможно, будут крутые, прям крутые вот такие подъемы. Не для всех машин это комфортно. И что самое интересное, что дети играют в футбол. Сто лет такого не видел. Попробуйте сейчас нашим детям рассказать, что можно в футбол играть и не залипать в телефонах. Невероятное место. Я вот здесь гуляю просто по улицам. И для меня вот эти улицы, они как достопримечательность какая-то. Здесь как-то все завораживает, что ли, я не знаю. И не жарко. Сейчас очень хорошая погода. Много винограда растет. Особенно вечером вообще сама то гулять. Здесь у людей какая-то пещера. Подсобное хозяйство, короче, пещера. Они там это все хранят. По-моему, даже еще огонь жгут плюс ко всему. И тут же у них огород, сад. И граффити тут же. Все до кучи. А рассаду они в мешках выращивают. Видели хоть раз такое? Вот вход в чей-то дом. Но это, конечно же, это старый город. И вот по таким улочкам даже тяжело на машине будет проехать. Но все равно очень круто. И здесь, конечно же, естественно, можно и современные здания найти. И в принципе они также будут стоить. Но если вы хотите вот именно всю вот эту атмосферу прочувствовать, проникнуться, конечно, лучше поселиться в пещере. Естественно. Из старых покрышек кто-то сделал себе горшки для растений. Они здесь по ходу дела ничего не выбрасывают. И, в общем, часть этого города здесь внутри. Там заправка. За заправкой есть торгово-развлекательный комплекс, форум. И вот, в принципе, здесь мы рядом поселились. Вот, друзья. Вот этот старый город какой-то или еще что-то типа этого. И там где-то внизу мы поселились. Конечно же, здесь вокруг и многоэтажки есть. И более-менее такие современные здания. Ну, сам кайф-то пожить вот так, как именно жили исторические люди здесь, поселенцы всякие разные. Здесь нет деревьев. Не знаю почему. В основном кустарники и трава, и виноград. Спуски невероятно крутые. Камеры, конечно, этого не покажут. Но машина все равно заезжает. Легковая машина. Конечно, лучше всего здесь использовать полноприводные автомобили или пешочком ходить. Много заброшенных вот этих макбишер всяких разных. Которые никак не эксплуатируют. Здесь заброшенные и все. Вот, видите? Просто дверка болтается. Да уж. Интересное, интересное место. Поэтому я говорю, чтобы здесь нагуляться, все обследовать, очень много времени нужно. Спасибо. 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 Спасибо.